Всем добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Вот главные темы к этому часу. Более 4,5 миллиардов рублей направят на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в регионе до 2025 года. Все подробности далее. Уже совсем скоро открытие летнего оздоровительного сезона в крае. Сколько детей поедет отдыхать и все ли готово? Бетонщики с профильных предприятий региона определяли лучшего в своей профессии. Как это было, расскажем в выпуске. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Ее заседание в Воронеже проводит председатель правительства России Дмитрий Медведев. Глава нашего региона выступил с докладом об основных направлениях разрабатываемой государственной программы по комплексному развитию села. Обсуждались вопросы подготовки и принятия новой государственной программы по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года. Дмитрий Медведев подчеркнул значимость этого документа, который правительство страны планирует утвердить в срок до 1 июня. Пределяли развитию агропромышленного комплекса самое серьезное внимание. У нас есть результаты, которыми мы по праву можем гордиться. Действительно, наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт. Это тоже всем известно. Также Дмитрий Медведев отметил, что сейчас цель увеличить объем экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 миллиардов долларов к 2024 году, то есть увеличить его более чем в два раза. В своих выступлениях участники заседания рассмотрели ключевые направления работы. Модернизация инфраструктуры позволит строить и поддерживать в нормальном состоянии газопроводы, водопроводы, канализацию и телекоммуникационные сети. Ранее эти задачи решались в рамках ведомственной селевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Практически все основные мероприятия будут включены в новую государственную программу. Более 4,5 миллиардов рублей направят на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в регионе до 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гелев. Всего расселят 273 дома, которые признали аварийными до 2017 года. В них живут свыше 8 тысяч человек. По словам Ивана Гелева, сейчас формируется заявка Алтайского края на оказание финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Предоставить документы в Москву планируется до конца июня. Напомним, в рамках предыдущей краевой адресной программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда, действовавшей с 2013 по 2017 год, переселили более 11,5 тысячи жителей из 24 муниципалитетов края. Большие осадки в крае спровоцировали подъем уровня воды в реке Черыж. Он поднялся свыше критической отметки на 50 сантиметров, подтопило прибрежную территорию. На месте работы сотрудники краевого МЧС. Они обходят дома, которых может подтопить, и раздают памятки о том, что делать, если на участок придет вода. В населенном пункте Карпово-2 Краснощековского района продолжается незначительный рост. Уровень воды составляет 325 сантиметров, при критическом – 375. В районе ввели режим повышенной готовности. Не за горами начало летнего лагерного сезона. Сегодня уже последний день, когда можно приобрести путевку. Как готовят лагеря к приезду детей? В летних лагерях и санаториях в этом году ждут 175 тысяч детей от 7 до 15 лет. К открытию готовятся 60 загородных летних осторожительных лагерей, 6 палаточных и 6 детских санаториев. Сейчас подготовка выходит на финишную прямую. Специалисты проверяют, есть ли клещи на территории, организуют питание, а также работу медпунктов. Ремонт идет, он, ну, по большому счету, но процентов на 80 мы уже все подготовили. Приемки лагеря будет все чисто, красиво, кроватки заправлены, программа уже будет готова. 8 числа вожатые будут готовить приветственный концерт для ребятишек. О подготовке к летнему оздоровительному сезону поговорим в программе интервью дня с Еленой Бобровой, начальником антилонадзора за гигиеной детей и подростков и гигиены питания Управления Краевого Роспотребнадзора. Смотрите сегодня в эфире нашего телеканала в 17.15, а пока к другим темам. До начала пляжного сезона остается все меньше времени. Жителям Краево и столицы напоминают о том, что купаться следует только в специально оборудованных местах. Давайте посмотрим, где именно. Итак, больше всего опасных мест для купания в Центральном районе. Это левый берег Аби, озеро Пономаревка в Южном, река Барнаулка неподалеку от остановки Лесной пруд, озеро Пионерское, также озера в Лебяжьем, дамба на Барнаулке в поселке Кирово. В Индустриальном районе нельзя купаться на реке Власишко в селе Власиха. В Ленинском районе опасно находиться на реке Ляпиха, озере Пионерском, вблизи казенной заимки, а также на спуске Каби в Ганьбе. В Октябрьском представляет опасность левый берег Аби, грибной канал и правый берег реки Обь, ниже железнодорожного моста. Лучшего бетонщика определили на профессиональном конкурсе «Лучший по профессии». Подробнее расскажет Константин Ганов. Выложить опалубку, заложить и связать арматуру, залить раствор и получить изделие с идеальной геометрией, без пор и сколов. Бетонщики с профильных предприятий региона боролись за первый приз – 50 тысяч рублей. В рамках краевого конкурса «Лучший по профессии». Конкурс вообще по бетонщикам именно проходил первый раз в Алтайском крае. Уже продолжительное время идет конкурс «Лучший по профессии» среди каменщиков. И наши каменщики всегда занимают призовые места именно на федеральном уровне. А бетонщиков в этом году провели первый раз. Отклонения по геометрии оказались минимальными, несмотря на то, что опалубка делалась как для штучных изделий. Сами плиты, кстати, планируется использовать по назначению. Заформовали изделие плиту на теплотрасс, которые сегодня раз опалубили. Посмотрели мы это изделие. И в следующем где-то эти плиты вляжут на сегодняшнем, в этом году, на ремонте каких-то теплотас в городе Бурновле наверняка. Каждый день сталкиваешься с этим. Просто армирование. Только посмотрел по чертежу, какой чукрат. В другой момент чертежи старые. Сейчас по-другим немножко рисуют проектировщики. Немножко по-другому обозначение. Вот эта сложность чтения чертежей. Победитель краевого конкурса, а им стал Александр Прокудин, будет представлять край на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в Петропавловск-Камчатском 5-7 июня. Просто предложили, решили сами себя попробовать и поучаствовать, ну, посоревноваться с другими конкурсантами. А так, в целом, более сложна была эта теория. Как бы какие-то моменты все равно и забылись, и уже приходилось помнить. 22 августа пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров. Губернатор Виктор Томенко вручит бетонщикам грамоты и денежные поощрения. 50 тысяч рублей за первое место, 40 за второе его занял Иван Блохин из СМК «Партнер». А 30 тысяч за третье место получит Антон Веснин из генподрядной организации «Номер один». Константин Ганов, Сергей Балуев. Новости. Когда запуск колени в буквальном смысле прошел как по маслу. Завод по производству подсолнечного масла от группы компаний «Союз» открыли в селе Малахово-Косихинского района. Какие перспективы у нового предприятия, мы расскажем далее. Строительство и пищевая промышленность – сферы разных полярностей. Но это только на первый взгляд. Группа компаний «Союз», один из крупнейших застройщиков Алтайского края, запустила производство растительного масла под брендом «Алтайская особая». Всего за год в селе Малахово-Косихинского района на пустом месте появился завод. А это 15 рабочих мест для сельчан. Мы запустили предприятие и пришли люди, и мы не нарадуемся. Нормальные, квалифицированные, добросовестные специалисты. И я не сомневаюсь в том, что этот процесс будет также продолжаться. Ну а мы со своей стороны тоже как бы работаем в этом отношении. Вы знаете, что мы в прошлом году вот там и в школе плотно занимались. И тоже говорим о том, что для нас принципиальным является вопрос приучить ребятишек к труду. Всякое священие – это призывание благодати, благословения Божией на всякое доброе дело. А здесь, очевидно, добрые дела будут совершаться на этом предприятии. И поэтому Господь, занимая нашим настроением добрым, пошлет нам свою святую, всесильную благодать. Перед запуском линии завод осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Конвейер сейчас настроен на выпуск 1800 бутылок в час литровой продукции и 305-литровых. На производстве используют современное оборудование чешского производства – алтайское особое нерафинированное масло, которое сохраняет вкус подсолнечника и его полезные свойства. В дальнейшем здесь планируют производить ильяное масло. Я надеюсь, что в будущем году завод увеличит свои мощности как минимум в два раза. Поэтому фасовка бралась с расчетом на увеличение мощности. Проект уже есть, ведем подбор оборудования. Увеличится и количество жмыха, остатков после отжима семечки. Поэтому руководство предприятия планирует наладить производство комбикормов. В дальнейшем они не исключают и развитие животноводства, что даст дополнительные рабочие места для сельчан. И главное – увеличит количество качественной продукции для потребителей. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости. Сейчас немного новостей из мира живой природы. Грибник нашел маленького брошенного лосенка в Целинном районе. Несколько дней животное пытались вернуть в естественную среду обитания, но молодая мама лосиха за ним не пришла. 21 мая госинспектор Минприроды края Геннадий Самарскин доставил брошенного малыша в Барнаул. Животному примерно 6 дней. Назвали ее Майкой, сейчас лосиха находится в ветклинике. Врачи проводят осмотр. И о новостях культуры. Барнаульский детский хор стал победителем международного фестиваля конкурса «Славянская весна-2019» в Санкт-Петербурге. Алтайский край представляли две группы – старшая и младшая. Первые заняли гран-при. Добавлю, конкурс «Славянская весна» привлекает внимание к искусству хорового пения и славянской культуры. А сейчас давайте посмотрим короткий фрагмент выступления воспитанников Инессы Грицай. Сегодня в Краевой столице состоялся заключительный тур окружного этапа девятой летней спартакиады учащихся России по шахматам. Дмитрий Гладких побывал на заключительных партиях и знает, кто стал победителем. На окружной этап девятой летней спартакиады учащихся России по шахматам в Барнаул приехали семь команд со всей Сибири. Восьмым коллективом стали хозяева турнира школьники Алтайского края. По ряду причин не приехали в Краевую столицу представители Красноярского края и Омской области. Но и без них борьба за шахматными досками велась до последнего тура, до последней партии. В смешанной команде четыре человека, два мальчика и столько же девочек. Возраст спортсменов 13-14 лет. Ребята еще довольно молодые. И будем надеяться, что, отыграв этот турнир, они почувствуют свои недостатки. Будут знать, к чему стремиться. У них появятся новые какие-то достижения, запоевания, победы. Для нашей команды этот турнир сложился непросто. Перед заключительным туром алтайские шахматисты занимали пятое место и вели борьбу с Томской областью, чтобы подняться выше. Буквально вытащил команду, играя на первой доске, Михаил Рождественский, который в каждой партии вел борьбу до конца. Сегодня наши сборники в заключительном туре выиграли у своих оппонентов со счетом 3-1. Ожесточенная борьба в седьмом туре за чемпионство шла между Кемеровской и Новосибирской областями. Турнир был сложный, соперники были достаточно сложные. Но выступил, я считаю, нормально. Одну партию проиграл, остальные выиграл. Но мог бы лучше, естественно, сыграть. В итоге в общекомандном зачете чемпионами окружного этапа стала сборная Кемеровской области. На втором месте новосибирские школьники. Представители шахмата Иркутской области замкнули тройку призеров. Михаил Рождественский, Дарья Дивеева, Александр Плотников и Юлия Аракина в составе сборной Алтайского края стали четвертыми. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости. На этом к этому часу у меня пока все. Итоги этого дня подведем вместе с вами в 20.30. Не переключайтесь.